Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала И решил я еще раз вернуться в место, где у нас продаются, я считаю, лучшие тонхаусы в Сочи Лучшие в этом сегменте я еще пока не видел, поэтому давайте посмотрим Итак, вот эта территория, сразу говорю, здесь будет детская площадочка Снаружи вот так вот выглядит, да, первая линия, здесь есть вторая линия и третья линия Вот он, первая, вторая и третья Итак, что же хорошего в данных тонхаусах? Ну, во-первых, это одни из тех тонхаусов, где проходят все ипотеки, это большой плюс Это одни из тех тонхаусов, где вся сумма в договоре, это еще один плюс Это один из тех тонхаусов, где застройщик не просто построил, да, где-то там в поле, да, и все Здесь же, видите, приготовили, здесь будет озеленение, здесь везде залиты, нормальные подъездные пути сделаны В общем, с парковкой проблем нет Ну и давайте посмотрим один из таких вариантов На самом деле, сделано все очень даже хорошо, да, посмотрите, плиточка, да, ливневка сделана, блин, ну супер все, все реально классно сделано Площадь по 156 квадратных метров Здесь у нас также присутствует дорогая плита, я забыл, как она называется, вы можете мне, вы же мои эксперты, можете подсказать Ну, опять же, да, можно парковку вот именно здесь использовать, а можно парковку вот за этой линией, там можно использовать, понимаете, и здесь у вас будет свободно Также вы здесь можете взять и отгородить себе Как можно отгородить, сейчас я вам покажу Итак, заходим с вами на первый этаж Вот здесь полойки, да, посмотрите, вот я зашел, просто говорили, там потолок низкий Нет, на самом деле ничего низкого Здесь располагается у нас санузел и стиральная машинка Все, с этим все понятно Вот здесь на входе сделал, застройщик обыграл, да, это шоу-рум он делает Соответственно, здесь будет шкаф-купе Тоже довольно-таки неплохо Вот эта зона, это зона кухни Кстати, и эти тонхаусы еще и газифицированы Для тех, кто не знал, здесь будет зона кухни, в принципе, для готовки хватит за глаза Ну, реально, за глаза хватит, посмотрите И вот здесь у нас получается гостиная, кухня-гостиная По ловике вот здесь будет стоять большой угловой диван И вот с этой стороны будет располагаться зомбо-ящик, по которому вы можете смотреть мои видеоролики Либо смотреть дом 2, одно из двух Третьего не дано, ну, кто-то еще поле чудес смотрит В принципе, довольно-таки неплохо Кухня, да, изолированная, которая в глаза не бросается И гостиная Само собой, разумеется, если там диван, то здесь у нас может быть обеденная зона находиться, да И, опять же, возле каждого тонхауса, да, есть своя небольшая территория Что спереди, что сзади Вот здесь вот от соседей вот так вот все отгорождено Все сделано довольно-таки неплохо Ну и, конечно, тут можно при желании либо землю, да, либо вы можете дальше плиткой продолжить Либо можно поставить такой небольшой бассейнчик для ваших детишек Можно еще, в общем, все что угодно вы можете сделать Все, с первым этажом понятно Я считаю, что первый этаж должен быть именно такой И ничего лишнего здесь не должно быть Все, кухня-гостиная Соответственно, столик, да, где можно пообедать В общем, все это делается Опять же, теперь мы с вами поднимаемся на второй этаж Хочу сразу сказать, что по-умному сделана лестница, да Занимает очень мало места И при этом идти по этой лестнице комфортно Она не крутая Вот именно в этом тонхаусе сделали две Всего лишь две спальни Вот одна такая большая спальня Хотя в других, я уже показывал, сделаны три спальни Я вообще себе оставил три спальни И, например, вот давайте мы с вами посмотрим, что же у нас с балкона Эта линия, конечно, она шумноватая Поэтому я себе лично рассматривал вот третью линию Но здесь все-таки хочется показать Потому что здесь почти все готово В общем, хочется показать, как оно есть Снаружи, да, смотрите Отделан травертином Дорогой камень, самый дорогой, который у нас в материалах имеется Тоже все супер, все потрясающе Я бы себе оставил три спальни Почему? Давайте вот, к примеру, если бы я решил бы взять этот тонхаус родителей Ну, какой, гипотетически Сейчас она опять начнутся, там хейтеры Там, да ты там уже взял Ну, все равно хочется чего-то большего, да Езю на RAV4 охотничество, другую машину То же самое Живу в квартире 50 квадратных Хочется побольше То же самое для родителей, если ты на смотришь Вот, если, например, брать моих родителей То бы мы оставили бы три спальни Почему? Потому что много у них детей, да Аж три штуки Я, брат, сестра Еще больше у них внуков И, соответственно, если бы приезжали бы в Сочи Да, могли спокойно, например, дети остановиться, например, в одной спальне Детишки в другой спальне Ну, и еще, например, одна спальня Это, знаете, тот возраст, когда иногда родители хотят друг от друга отдохнуть Мама сидит в одноклассниках, папа сидит, не знаю, смотрит рыбалку Ну, в общем, каждый хочет в своем углу посидеть Это нормально Ну, и, конечно же, здесь созданы все для этого условия Что касается, ну, общей концепции, да Везде присутствуют балкончики Посмотрите, все красиво сделано Мощные Все классно Ну, даже без разговоров Все, с этим понятно, да Я бы, наверное, оставил себе три спальни Пускай небольшие, но три спальни Ну, и, конечно же, поднимаясь на третий этаж Третий этаж тоже Я раньше был против третьего этажа Сейчас я понимаю, что три этажа это идеально Идеально для своего дома Идеально для танхауса Почему? Ну, смотрите Вот здесь мы поднимаемся Хозяйская спальня Хозяйская спальня Огромная Здесь у нас стоит Видите, даже вывели для бра Да, 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 именно так Здесь же у нас телевизор И вот здесь свой санузел В который никто не имеет права заходить Ни ваши родственники, ни ваши дети И тому подобное Мало ли, что там висит Сушатся трусы Или еще что-нибудь Ну, бывает Ничего там плохого нет Опять же Есть балкон С балкона можно Сейчас наслаждаться Не самым лучшим видом Потому что зелени нет Ничего нет Но Если хочется видеть получше То надо брать третью линию Там будет Еще и птичек слышно Высокие потолки А вот эта сторона Тоже, я считаю, это большой плюс Это, конечно же, зона Да, например, кабинет Личный кабинет Где ты можешь, не знаю, там Монтировать видеоролики Смотреть то или иное Или работать Если, например, кто-то работает айтишником Тоже все супер Все хорошо Огромные окна Много света Даже в плохую погоду Все Здесь Я считаю Ну, не прикопаться Единственное, что Вполне возможно Я бы здесь сделал бы Дверь все-таки, да И в кабинете бы закрывался Чтобы в самый ненужный момент Кто-то не зашел Когда там записываешь видеоролик Или еще что-нибудь И не сказал Папа, привет Я бы, конечно, уже Ну, немножечко по-другому обыграл Честное слово По-другому Все С этим понятно Что я еще хотел показать Хотел показать, что Сделан Сделан тонхаус по-настоящему качественно Снаружи это травертин Мягкая кровля Крыша полностью утеплена Газ Вода у нас центральная Электричество у нас 15 кВт на каждую секцию И, конечно же Конечно же Один тоже из больших плюсов То, что полностью газифицирован И центральная канализация Это тоже огромный плюс Опять же Один из плюсов Что вот за эту территорию За большую, красивую За деревья С вас Не будут брать ни копейки доплаты Вы платите только по счетчикам Все равно, что вы живете В своем частном доме Где-нибудь Очень-очень далеко И тем самым Получается За вот эту махину В 152 квадратных метра Вы платите коммунальные платежи Не больше, чем 2000 рублей Только по счетчикам Понимаете? 2000 рублей за 152 квадрата Если вы возьмете Аналогичную квартиру Где-нибудь в центре Или в старом фонде Или еще что-нибудь У вас коммунальные платежи Могут доходить До 20 тысяч рублей в месяц А здесь 2000 рублей Есть же разница? Конечно, есть Поэтому, например, для наших родителей Это лучший вариант Если у пенсии 12 тысяч 2000 они потратили На содержание дома На все остальное Уже можно, в принципе, жить Потому что я не представляю Как живут некоторые бабушки Дедушки Когда за коммунальные платежи Отдают по 8-10 тысяч И так далее Все С этим понятно Опять же Еще один большой плюс Смотрите, ребята Наверху У нас Крыша 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 Оставили вход Можно ее немножко расширить И тем самым Например, там можно хранить Как минимум Лыжи Как минимум Можно хранить Удочки И так далее Сделали выдвижную лестницу Спокойно Вот отсюда И она не мешает Вот выдвижную лестницу Сделали Как это обычно бывает И все, что нужно Вы там храните И в том числе Весь старых ламп И в том числе Можно даже резину Зимнюю на всякий случай Там хранить В общем Все, что угодно Все, что какое-то барахло Собирается Особенно у ваших родителей Да какой родитель Даже у меня Я посмотрел Столько барахла сейчас Столько ненужных вещей Которые валяются Столько всего Понимаете Аж страшно становится Все это можно сделать Опять же Плюс этих ланхаусов Что здесь заведен интернет Здесь заведено Кабельное телевидение Здесь в принципе Присутствуют Все блага Все блага Центривизации И это не может Не радовать Сто процентов Я иду Да, нигде не бьюсь головой Все хорошо Все комфортно Но на втором этаже Я все-таки Оставил бы Три спальни небольшие Три спальни И дальше Второго этажа Вход был бы Всем моим гостям Детишкам И всем остальным Запрещен Как раз Третий этаж Это было то место Где ты мог бы Остаться наедине Сам собой Теперь кто-то спросит Сколько же стоит Данный Танхаус Данный Танхаус Сейчас стоит 12 миллионов рублей Это с чистовой отделкой Без Без вот этих Вот всех проводов Без ничего Но если вдруг Вам хочется Чтобы было именно так Чтобы был с ремонтом Под ключ Такой Танхаус Будет стоить 14 миллионов рублей Готовый под ключ Если же Кто-то из вас Говорит Дорого Я могу сказать Что есть у нас Единый Танхаус На броне Какой-то маленький С секретником Не говорите И если кто-то готов Купить до нового года Мы отдадим За 9,5 миллионов рублей 9,5 В том числе Можно провести Через апотеку 9,5 Итак цена 12 миллионов Можете запросить Любого риэлтора Ценник 12 миллионов До нового года Ребят 9,5 Я могу вам Сэкономить 2,5 миллиона На 2,5 миллиона рублей Можно сделать Здесь шикарный ремонт И можно полностью Обставить Обустроить Поэтому если кто-то хочет От меня такой Рождественский подарок Обращаемся Сразу набираем Я с большим удовольствием Помогу вам стать счастливым Молодим А теперь ребят Пока Спасибо за просмотр Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok